привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и наш сегодняшний ролик будет посвящен тому что такое цвет как устроено наше цветное зрение а еще своеобразной математики в рамках которой цвета можно складывать и вычитать и получать при этом новые цвета история физического изучения цвета начинается с опытов ньютона который с помощью призмы разложил белый солнечный свет в цвета радуги или спектральные цвета а еще выяснил что эти цвета являются чистыми в том смысле что с помощью еще одной призмы никакой такой цвет ни на какие другие цвета разложить уже невозможно он остается самим собой чтобы повторить опыт ньютона в качестве призмы я буду использовать аквариум заполненный водой источником белого света будет служить этот фонарь за которым стоит две щели для формирования узкого луча и теперь я включаю фонарь и чтобы изображение на экране хорошо было видно желательно выключить свет и вот мы видим на экране все цвета радуги плавно переходящий один другой красный оранжевый широкая желтая полоса узкая зеленая голубой синий и фиолетовый еще один способ получить спектральные цвета состоит том чтобы взять компакт диск и посветить на него фонариком ну и конечно этот опыт тоже лучше делать в темноте в этот раз мы использовали не дисперсию света а его рассеяние на дифракционной решетке и мы опять видим цвета радуги но почему-то зеленая полоса стала широкой а желтой полосы не видно совсем хотя в обоих опытах я использовал один и тот же источник света и при этом надо понимать что в обоих опытах происходит разделение белого света на компоненты с разными длинными волн эти компоненты отличаются друг от друга только количественно длиной волны а цвета которые мы видим для нас различаются качественно потому что синий совсем не похож на зеленый зеленый совсем не похож на желтый красный и здесь необходимо перейти к обсуждению нашего цветового зрения и я передаю слово алексею я начну с того что сетчатка глаза содержит два типа светочувствительных клеток палочки и колбочки палочек содержится около ста миллионов а колбочек около 6 миллионов но именно колбочки ответственны за цветовое восприятие и работают они только при достаточно хорошем освещении а в сумерках и в темноте работают только палочки и поэтому ночью и в сумерках цветов мы не различаем как говорится ночью все кошки серы а теперь я поговорю о трехкомпонентной теории цветового зрения которую предложил в начале девятнадцатого века томас юнг а затем развил и обосновал герман гельмгольц согласно этой теории сетчатка нашего глаза содержит три типа колбочек и они реагируют на длину световой волны в одной из трех перекрывающихся областей спектра синий зеленый и красный каждая колбочка посылает свой сигнал в мозг а мозг обрабатывает эти сигналы и говорит себе примерно так синий сигнал от этого участка сетчатки слабый а зеленый и красный одинаково сильные значит здесь я вижу желтый цвет и мы можем немедленно сделать классический опыт здесь у меня имеется источник в котором установлено три светодиода красный зеленый и синий я сейчас включу два из них зеленый и красный и мы видим что где перекрываются световые пучки получился желтый цвет хотя никакого спектрального желтого здесь нет но наш мозг воспринимает сумму спектрального зеленого и спектрального красного как желтый а теперь давайте выключим красный светодиод и включим синий и на пересечении мы видим голубой цвет который профессионалы называют цианом теперь выключим зеленый и включим красный и на пересечении получился цвет который называется маженто ну а если включить сразу все три светодиода то в центре у нас получится обычный белый цвет а теперь поиграемся с тенями когда я вношу шарик в желтую область то он дает красную и зеленую тени циановой области зеленую и синюю тени в маженто красную и синюю но когда я вношу шарик в белую область то он дает тени всех цветов лишь опыты которые ты показал были прекрасны но у меня при этом к тебе есть два вопроса и первый вопрос такой когда мы снимали те цвета которые я видел глазами это вообще совсем не те цвета которые получаются в результате в нашем видео которое мы показываем зрителям не ну конечно матрица фотоаппарата это совсем не то же что сетчатка глаза когда снимаешь например при ярком освещении то синий цвет выглядит как фиолетовый ну вот синие цветы я точно так фотографировал поэтому все зависит еще от условий съемки и идеального соответствия конечно нет но какое-то соответствие есть верно ну хорошо тогда у меня есть еще и второй вопрос вот ты нам рассказывал про трехкомпонентную модель цветового зрения а это точно известно что там в глазу на самом деле есть три типа колбочек и вот все так как мы описывали ну вообще-то в этой области ведутся дискуссии и споры на эту тему то есть есть альтернативные модели и вот под роликом прикреплена ссылка на отличный обзор руслана ивановича коровенкова как раз по истории цветового зрения вот так что так сказать сказать что это абсолютно истинно нельзя но это такая удобная модель которая позволяет нам создавать различные технические устройства ну цветные телевизоры дисплеи матрицы камер видео и фотокамер и они все работают правда ну конечно и тогда про это нам надо специально сейчас взять и рассказать и как водится я начну с опыта возьму вот этот фотоаппарат переведу его в макро режим и сделаю фотографию надписи на экране монитора экран который мы видим издалека белым в реальности состоит из красных зеленых и синих пикселей выведенных на верхний предел яркости в красной букве включены только красные пиксели зеленой только зеленые в синий только синие в букве цианового цвета горят зеленые и синие пиксели маженто создается красными и синими пикселями а желтый цвет красными и зелеными а оттенки серого создаются пикселями всех трех цветов только горящими не ярко ну а в черном все пиксели выключены полностью эту схему сложения цветов называют по первым буквам основных цветов rgb red green blue и для каждого основного цвета в компьютерной реализации имеется два восьмой степени оттенков яркости ну а комбинируя эти оттенки мы получаем примерно 16 миллионов оттенков разных цветов теперь мы можем ввести координаты в трехмерном цветовом пространстве красный цвет имеет координаты 25500 зеленый 02550 синий 00255 складывая основные цвета попарно мы получаем желтый циан и маженту сложив все три основных цвета получаем белый цвет а черный цвет находится в начале координат 0000 координаты основных цветов верхнем ряду мы знаем инструмент пипетка нам их показывает а теперь посмотрим какие координаты имеют цвета в нижнем ряду координаты этого коричневого 102 51 51 в нем в красный включен на 40 процентов от полной яркости а зеленый и синий на 20 процентов координаты этого оранжевого 255 102 0 так как будто из чистого желтого вышли 60 процентов зеленого а координаты этого сиреневого 204 102 204 ну а в проценты яркости этот состав вы можете перевести сами и вот мы разобрались системой сложения цветов rgb но при этом надо понимать важную вещь что искусственный желтый который получается в этой системе это совсем не спектральный желтый он составлен из красного и зеленого но между прочим когда мы вам показывали спектральный желтый на экране он тоже уже был представлен смешением красного и зеленого и в этом смысле перестал быть спектральным до сих пор мы имели дело с предметами которые светятся сами но большинство предметов сами не светятся рассеивают свет от внешних источников вот эта книга она красная она освещена белым светом но краситель в ней поглощает почти весь спектр кроме красной его части теперь посмотрим на эту банку вода в ней синяя свет от белого экрана сзади падает на банку но краситель в банке поглощает все кроме синей части спектра а теперь я поставлю книгу сзади за банкой на некотором расстоянии от нее красный свет от книги падает на банку но банка пропускает только синюю часть спектра красную не пропускает ну и поэтому для вас книга выглядит черной я снова включил трехцветный источник и буду вносить него карточки разного цвета начнем с красной в красном она выглядит красной и точно также в маженте и в желтом свете а вот в зеленом она выглядит темной и в синим почти черный теперь зеленая карточка в зеленом и в желтом она выглядит зеленый в красном и в синим практически черный синяя карточка и понятно что у нас теперь будет в синем она синяя а в красном и в зеленом практически черная на основные цвета мы посмотрели а теперь посмотрим на желтый в желтом он конечно же желтый в зеленом и в циане он зеленый в красном и маженте красный И только в синем свете карточка выглядит черной. Здесь изображены 7 областей, которые мы только что видели. И те основные цвета, которые идут от каждой из этих областей. Теперь представьте себе, что мы под все это подложим большую красную карточку. Она поглощает все цвета, кроме красного. И на картине останется только большой красный круг. Ну и то же самое будет происходить с другими основными цветами, синим и зеленым. Я даже показывать это не буду. А теперь давайте подложим под эту большую желтую карточку. Она поглощает только синий цвет. Он исчезнет, и у нас останутся 3 области. Красная, зеленая и желтая. А теперь я сделаю опыт с этими цветными прозрачными пленками. Смотрим на цветовые пятна на экране и закрываем объектив красным фильтром. Остался только красный круг. Зеленый фильтр оставляет только зеленый круг. Синий фильтр, синий круг. А теперь желтый фильтр. И у нас остались 2 круга с желтым пересечением. В точном соответствии с предсказаниями теории. И после опытов, которые нам продемонстрировал Алексей, мы можем перейти к цветовой модели, основанной не на сложении, а на вычитании цветов. И основными цветами в этой модели будут циан, маженто и желтый. А по первым буквам модель называется ЦМИ. На этой схеме показано, какие два основных цвета из набора RGB пропускают соответствующие пленки. А теперь перекроем их, и через попарные перекрытия будет проходить только один цвет. Красный, зеленый или синий. А там, где перекроются все три пленки, свет вообще проходить не будет. И это перекрытие будет черным. А теперь мы посмотрим, как эта цветовая система используется при многоцветной печати. И для этого я опять возьму фотоаппарат и сфотографирую маленький фрагмент цветной иллюстрации. И уже сейчас видна некоторая сетка, которую в типографских делах называют растром. Подъедем еще ближе, и теперь мы видим расположенные в определенном порядке пятнышки основных цветов системы ЦМИ. Циана, маженто и желтого. В одних местах они больше по размеру, а в других меньше или совсем пропадают. И система этих пятнышек создает все многообразие цветов, которые мы видим на иллюстрации. А возникает это многообразие из-за того, что пятнышки перекрываются друг с другом. Краски перемешиваются. И, к примеру, там, где перекрылись цианы маженто, от падающего на бумагу белого цвета, обратно может выйти только синий цвет. Ну и еще, внимательные зрители могли заметить, что кроме этих трех цветов пятнышек, есть еще и четвертый, просто черный, из типографской сажа. И это делается для увеличения контрастности. А теперь настало время нашего традиционного заключительного вопроса. И те, кто внимательно смотрел этот ролик, постараются на него ответить. Наверное, все мы в детстве смешивали разные краски и надеялись, что если смешать красный, зеленый и синий, то получится нечто белое. А вместо этого получается такая вот грязь. Ну и спрашивается, почему так происходит. Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok